Временные неудобности Мирненцы почти на две недели останутся без горячей воды 6 тысяч тонн за смену Удачнинские обогатители бьют рекорды по выдаче алмазоносной руды Можно собираться в дорогу В Ленском районе возобновили речные пассажирские перевозки В Мирном один пациент с коронавирусом находится в реанимации в тяжелом состоянии 66 человек проходят лечение в ковидном госпитале и провизорном центре За выходные в стационар поступило еще 3 пациента Об этом сообщил оперштаб Алроса В Ленске по-прежнему проходит лечение 21 человек В удачном и ковидном госпитале находятся 4 пациента Это жители Удачного и Айхала У двоих подтвержден коронавирус С начала пандемии среди мирненцев сделали 27 622 анализа Тестирование продолжается с помощью лабораторного оборудования Алроса На базе иммунологических лабораторий Удачнинской и Айхальской больниц Коронавирус в тяжелой форме Проходит у людей старше 65 лет Молодые переносят инфекцию легче Поэтому медики рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию А вот следующее ограничение коснется всех жителей Алмазной столицы Мирненцы почти на две недели останутся без горячей воды Пользоваться кипятильником, чайником или бойлером Горожанам придется с 8 по 20 июля Трубы горячего водоснабжения перекроют в среду в 6 вечера Временные неудобства придется испытывать из-за плановых работ ПТВС Коммунальщики будут ремонтировать котельное оборудование Чтобы отопительный сезон прошел без перебоев И уже в 8 вечера 20 июля горячую воду вернут в дома Ранее в эфире программы «Панорама» прозвучала информация Об утонувшем подростке из Ленского района Часть информации оказалась недостоверной Трагедия случилась у реки вблизи поселка Южная Нюя, а не Северная Редакция «Алмазного края» приносит извинения за неточную информацию А между тем в Ленском районе возобновились пассажирские перевозки по Лене Больше месяца судна не выходили по речному маршруту из-за угрозы коронавирусной инфекции Всего в работе задействовано 2 теплохода Восход и 3 по Лесе Отправление судов ежедневное Для жителей Ленского района продолжится продажа субсидированных билетов Билет без субсидий где-то Ленск-Витим 4300 Если у вас нет прописки Если у вас есть прописка, то 1940, по-моему Ну, почти в два раза Два раза тарифы снижены для жителей Ленского района Мы возим пассажиров в Ленск, Хамра, Ярославский, Велиду и Витим И в сторону Алекминска Ленск, Алекминск, ну и, естественно, все там деревни 65 лет назад в глухой Якутской тайге открыли кимберлитовую трубку «Мир» Месторождение, благодаря которому позже появится Мирный и весь Мирненский район Чтобы это произошло, геологи-первооткрыватели преодолевали пешком по непролазной чаще Болотом десятки километров, где поблизости не было ни одного населенного пункта Мы решили вспомнить, как открывали знаменитое месторождение 10 июня 1955 года группа геологов под руководством Юрия Хабардина и Екатерины Ялагиной Отправляется в Якутскую тайгу на поиски алмазов Первые кристаллы они найдут всего через три дня, пройдя 30 километров Прогнозную карту, где могут быть алмазы, составила Наталья Владимировна Кин в 1954 году На экспедиции год спустя руководитель группы не сможет присутствовать Остается в Москве, ей нужно сдать отчет в министерстве Все-таки все возвращается, на свои места ставится На круге своя Но про карту прогнозов ты все-таки обязан бы сказать Ты, Юрка, всегда был хорош товарищ Я не помню, что было Ну как ты не помнишь? Ты помнишь? Я, я, я помнишь А что была карта прогнозов, которую составила Наталья Владимировна, ты не помнишь Это ты обязан был помнить Потому что без этой карты мы бы с тобой хрен бы чего нашли Закурили трубку мира, табак отличный Так звучала кодированная радиограмма, которую геологи отправили в Москву в далеком 1955 году Когда нашли первые алмазы Над текстом, который будет понятен только им, думали долго А табак был первоначальный текст Хороший Потому что я прекрасно понимала Ну мы нашли там десятка, полтора десятка алмазов Мы видели, но это еще не значит, что это месторождение богатое Она может быть сверху алмаза, а внизу там пустота Поэтому у меня был первый вариант Закурили трубку мира, табак хороший Но он сначала был более длинный Потом я подумала и сократила все вот до такого предела Телеграмма существует прям классическая Табак действительно оказался отличным Через пару месяцев здесь начали появляться первые палатки Годом позже первые дома Уже через два года началась добыча алмазов открытым способом Крупнейший алмаз, найденный в России весом 342,5 карата Добудут именно здесь 25 лет спустя после открытия трубки Сегодня кимберлитовая трубка Мир крупнейшая в мире Ее глубина 525 метров, диаметр 1200 Добыча открытым способом здесь велась 44 года За это время горники добыли алмазов на 17 миллиардов долларов Анна Винокурова, телеканал Алмазный край Разработка трубки будет продолжаться и в будущем Сейчас идет разведочное бурение сверхглубоких горизонтов Первые керны уже получены и следуют со специалистами АЛРОСА Как жила все эти 65 лет трубка Мир и люди, работающие в ней Расскажем в следующих выпусках программы Панорама Горники рудника удачны бьют рекорды На днях утренняя смена там подняла на гора более 6000 тонн руды Это в три раза больше привычных объемов Ранее выдавать столько за 12 часов не удавалось никому Сейчас шахтостроители продолжают проходку горных выработок и бурение скважин Также идет до разведка глубоких горизонтов, чтобы уточнить горно-геологические условия Во втором полугодии планируют продолжать укреплять выработки, а это порядка 16 километров В конце года горники хотят выйти на проектную мощность рудника в 4 миллиона тонн руды в год Не оставляют без внимания и предприятий охрану труда и промбезопасности Успешно внедряют и антиалкогольную компанию Наверное, начиная с сентября месяца по сегодняшний день Человек порядка 30 было уволено за появление на рабочем месте состояния алкогольного опьянения Сейчас показатели снизились, но если берем последние два месяца, один-два случая были То есть люди до сих пор еще не понимают, что сейчас идет кризис в стране, в мире целости То есть если ты потеряешь работу, найти ее ты дальше уже не сможешь Валросы также решили изменить систему техобслуживания и ремонтов во всех своих горнообогатительных комбинатах Новый масштабный проект за 5 лет должен принести экономический эффект более чем в 3 миллиарда рублей Изменения затронут все службы, непосредственно участвующие в ремонтах В составе каждого комбината создадут структуру центра комплексного сервиса Теперь данные о состоянии оборудования будут собираться в цифровом виде в специальной системе Там их будут анализировать, чтобы предотвращать аварийные ситуации И заранее определять, какому оборудованию потребуется техобслуживание Появятся и новые для Алроса должности инженеры по надежности и планированию Предполагается, что это позволит сократить число простоев и внеплановых ремонтов оборудования А также повысить уровень безопасности персонала По словам заместителя генерального директора Алроса Дмитрия Колесова В итоге вырастет выработка и добыча основной продукции А вместе с тем и прибыль компании К другим темам Им нипочем капризы природы и мировые кризисы Ведь они на своей волне Так называется мотоклуб в удачном Любители двухколесных железных коней принимают в свои ряды даже самых юных участников Байкеры тренируются и в жару, и в холод При этом поддерживают работу клуба почти полностью на свои средства Ирина Балкова продолжит тему Их железные кони словно бабочки То и дело взметаются выси Какое-то время парят в свободном полете За рулем те, для кого мотоцикл неотъемлемая часть жизни Егору всего 7 лет, но уже 3 из них он занимается в мотоклубе Примером послужил отец И как оказалось, юный гонщик уже уверенно сидит за рулем Мне больше в этом спорте нравится кататься на мотоцикле Ну, еще скорость нравится И хорошо уметь ездить Экипировку и технику ребята покупают сами Например, для родителей Егора увлечение сына обошлось в 200 тысяч рублей Но купить снаряжение и мотоцикл можно и дешевле Начиная от 30 тысяч Для взрослых от 100 тысяч рублей Хотелось бы детишкам, чтобы было соперников больше Если было бы их 2, 3, 5 человек Они бы росли гораздо быстрее Уровень свой повышали Друг за другом тянулись Не хватает вот таких детских мотоциклов И привлечения людей было бы на самом деле достаточно интереснее Это поколение вырастется очень быстро Через 2-3 года эти люди будут заряжать достаточно серьезнее, чем вот сейчас мы катались Кроме мотоциклов в парке клуба есть и квадроцикл Учусь Слишком как бы все это сложно Тем более, что эта дисциплина в принципе почти не развита вообще в России Квадрокросс То есть как бы у меня мои соперники только в Подмосковье в принципе находятся Большую помощь в организации клуба оказывает глава города Артур Приходько А также коммерческие и муниципальные организации Сейчас у ребят есть ангары с отоплением и освещением Хранить технику и переодеться есть где Поддержал спортсменов и удаченский комбинат Но все же большую часть проблем решают сами Где-то шины найдут, где-то доски В строительстве тренировочного стадиона все пригодится Мы пытались поучаствовать в гранте президентском Назывался он опытный мотоциклист безопасной дорожной среды С привлечением всех мотоциклистов города, района, кто бы хотел поучаствовать Потому что у нас есть достаточно специализированная площадка То есть безопасная, на которой люди могут научиться элементарным правилам То есть хотя бы управлять мотоциклом в экстремальных ситуациях То есть для всего этого, для привлечения людей, народа и массы именно в городе Чтобы создать именно здесь Есть трассы в Москве, есть трассы в столицах Сибири, Дальнего Востока Но это все там Неоднократно ребята занимали призовые места на соревнованиях районного уровня Ни одно мероприятие в городе не обходится без участия членов мото-клуба В планах спортсменов достроить тренировочный стадион И благоустроить спортивную площадку Правда, пока все упирается в финансирование Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край» 6 июля в мире отмечают день поцелуя Праздник зародился в Британии, но быстро стал популярен повсеместно А вы, например, знали, что один поцелуй приводит в движение 29 лицевых мышц? Ученые считают, что такое проявление любви может предотвратить появление морщин А вот быстрый романтический поцелуй сжигает приблизительно 2-3 калории А помнят ли мирницы свой первый поцелуй? Сейчас узнаем Скажите, вы помните ваш первый поцелуй? Как это было? Да, помню Вообще Я не могу, мне его сейчас неожиданно задали Это, да, конечно, помню Я не забуду никогда Как это было? На вечеринке Встретила я этого парня, поцеловалась И все, мы больше никогда не увиделись Запомнился? Какой поцелуй? Это, наверное, в школе еще было Девочка нравилась? Да Сами инициативу проявили? Или девочка первая поцеловала? По-моему, одновременно Когда в начальном классе мама меня поцеловала Я вот устудился Уже в третьем классе, да Думаю, мужчина так, сгловато Я начал даже вот Говорю, папа, мама Сейчас зачем, зачем? Ну, мальчик застеснялся сам Ну, потом подошел И как-то так быстро Как будто не означай Поцеловал и убежал Ну, почему-то запомнилось Интересный вопрос Ну как, первый поцелуй разве не помните? Да, как я его помню? Я же с таких лет начал с девками Ну, Яна приехала в деревню к мужу на практику Там мы познакомились Стали дружить И поцеловались впервые на мотоцикле О, как здорово Какие чувства испытали? Смешанные Ну, мы вместе уже 36 лет Поэтому Тут все получилось О своем первом поцелуе Вы можете рассказать нам в комментариях В социальных сетях Спасибо за то, что были с нами На этом у меня все До встречи в эфире Алмазного края Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин